Вы ведь с господином Моцаро в дружбе? Мне стыдно за человеческий разум, сын Люк. Этот болван считает меня своим другом. Ну так и будьте его другом. А я не хочу злоупотреблять этим званием, сын Люк. Извините, господа, может быть вам будет удобно в другом помещении? Благодарю. Мы ни в чём не нуждаемся. Да. Извините. Давайте рассуждать логически. Давайте. Цель дружбы состоит в том, чтобы люди приносили друг другу счастье. Так, по крайней мере, определяет дружбу его величество. Но король человек учёный. Монцаро делает вас несчастным. А если Монцаро делает вас несчастным, значит он вам не друг, значит вы не друзья. Следовательно, вы можете относиться к нему либо снисходительно и просто отобрать у него жену. Либо враждебно и убить его ещё раз, если одного раза ему недостаточно. У вас превосходная логика, сын Люк. Спасибо. Ну и что же мне делать? Да идти немедленно с визитом. Графа де Монцаро? Да, оставьте вы его в покое, этого Монцаро, к Диане. Так они не расстаются, сын Люк. Да? А когда вы навещали госпожу де Барбезье, разве вы обращали внимание на её большую обезьяну, которая кусала вас постоянно из чувства ревности? Да, сейчас вы меня убедились. Ну что ж. Да, я, пожалуй, немедленно отправлюсь на улицу Сент-Антуан. Сегодня утром, милый граф, ваш Реми пообещал мне, что не пройдёт и трёх недель, как моя рана совершенно затянется. И я смогу даже приступить к выполнению обязанностей главного ловчего. А я верю и в обещаниям, потому что уже имел возможность убедиться в том, что он отлично знает своё дело. Будем надеяться, что обещание Реми избудется. Дело в том, что королю действительно в очень скором времени понадобятся ваши услуги. Надеюсь. Дорогой граф. Да, кстати, герцог Анжуйский уже в Париже. Да-да, я через некоторые времён хотел вас навестить. Как в Париже? А как же война, осады Анжера? Война? Война уже закончилась, граф. Теперь готовьтесь к охотам, балам, представлениям комедиантов. А-а-а. Так значит, вы явились в столицу посланником мира, господин Дебюсси. Да, его высочество герцог Анжуйский оказал мне великую честь этим поручением. Ха-ха-ха-ха. Представляю, как был обрадован король своим перемирием с братом. Я надеюсь, вас любезно приняли при дворе. Король осыпал вас своими милостьями, вниманием, не так ли? Да уж, король встретил меня с надутой миной, а ста миньонов проводила меня с ужасно кислыми хитяновами. Нет, я не понимаю, какого дьявола они добивались этого мира, если весь о нём их так расстроил? Ну, я думаю, что у принца Анжуйского, кроме изъявлений братской любви в Париже, есть ещё какие-то намерения, не так ли? Должно быть. Не компрометируйте себя близкими отношениями с этим человеком. Я его знаю, он весьма вероломен и не остановится ни перед чем, даже перед изменой для достижения своей цели. К сожалению, я это очень хорошо сознаю. Вы мой друг, господин Дебюсси, и я считаю долгом своей чести предостеречь вас. Подумать только, принц, который был всегда так любезен со мной, так внимателен ко мне, мой смертельный враг. Ведь о том он приказал Сен-Люку убить меня. Извините, что? Да, да, это именно так. Вы ошибаетесь, граф. Сен-Люк человек чести. И потом, простите, но вы сами сказали, что вы дали повод. Вы первым вынули шпагу, и вы получили этот злосчастный удар в честном поединке. Да, я не отрекаюсь от этого. Но я убеждён в том, что Сен-Люк действовал по подстрекательству герцога Анжуйского. Поверьте мне, граф, я очень хорошо знаю герцога Анжуйского. Но самое главное, что я знаю господина до Сен-Люка. И прошу мне поверить, что Сен-Люк всецело, искренне предан королю. А отнюдь не герцогу Анжуйского. Вот если бы вы получили этот удар от Леваро, Антраге или Риберака, да, это другое дело. Ну, что касается Сен-Люка, боюсь, что вы слишком честный и благородный человек для того, чтобы хорошо разбираться в дворцовых интригах. Если вы когда-нибудь окажетесь в затруднительном положении, прошу вас обращаться ко мне за советом и помощью. Я благодарю вас. Ну-с, как мы себя чувствуем, господин граф? Да вы утомлены. Нельзя так бессмысленно расходовать свои силы. Я требую, чтобы вы немедленно легли в постель. Я сейчас позову слуг, и мы перенесем вас в спальню. Хорошо, хорошо, милый доктор. Друг мой, не откажите мне в любезности. Погуляйте немного с графиней де Монсоро. Дело в том, что моя рана не позволяет мне выходить, и графиня совсем не бывает на свежем воздухе. Но если вы настаиваете, я повинуюсь, граф. Прости, но я больше никогда не приступлю порог этого дома. Я не могу так отвратительно лгать. Какая ложь? О чем ты говоришь? У меня есть только ты. Ты мой бог. Я выдержу все. Только бы видеть тебя. Пойдем. Пойдем. Должен вам сказать, господа, что за время нашего отсутствия Париж стал просто несносным городом. Пока я добрался до дворца нашего дорогого герцога, мне пришлось несколько раз хвататься за шпагу, чтобы внушить кое-кому правила хорошего тона. Кому, друг мой? Хамам, которые позволили с удивлением глазеть на меня. Дантрагэ, ну это же всего-навсего куча дурачья. От дурной манеры мы хабучили эти королевские миньоны. Ты помнишь, как они носились по Парижу вопя на кашу? Субтитры сделал DimaTorzok